Дорогие друзья, мы начинаем нашу программу. Сегодня вторник, 22 сентября. Это означает о том, что в 12 часов дня по городу Чикаго, час дня в Нью-Йорке и в 8 часов вечера в Москве. И программа с Ярославом Беклемишевым, главным редактором портала. И мы сегодня поговорим о альтернативном целительстве. Мы эту тему начали на самом деле на прошлой неделе, но нам стали поступать какие-то непонятные звонки с просьбой разъяснить, о чем вообще идет их. И почему Ярослав Беклемишев, будучи обозревателем немножко в другой отрасли, почему мы вот с ним говорим на эту тему. Михаил, добрый день. Я на секунду вас прорву, потому что на самом деле целительство, наверное, не помешало бы и в политической области. Я знаю нескольких политиков на этой планете, которых не мешало бы исцелить от лишних амбиций, от каких-то не тех задач, которые они перед собой ставят. И вот, наверное, если бы когда-нибудь кто-нибудь придумал политическое целительство, это было бы тоже очень замечательно. Но, увы, вот именно этого как раз не придумали пока еще на планете. Таких целителей нет. Ну, кто знает, кто знает. Мы общаемся с разными людьми, мы общаемся с людьми, которые очень серьезные. Вообще целительство – это действительно не просто физическое, как-то в голове у человека возникает. Во-первых, что такое целительство? От чего? То ли это лечение, потому что мы знаем лечение, сразу первое, что приходит в голову – это лечение. Лечение – это доктора. Доктора они тоже как бы лечат. Но исцеляют ли они – это вопрос другой. Так вот, второе слово, которое можно предположить, поскольку корень от слова «цельность», это цельность, то есть мы – это люди, которые состоят не только из физического тела, вообще-то говоря. Поэтому, если в головах политиках какие-то вредные или неправильные, или ненужные, или какие-то совсем мысли негативные, тогда их можно тоже целить. Для этого надо, в общем, кое-чего надо. Вы знаете, я вот немножко отвлекусь, Ярослав, о том, что где-то, ну, много лет тому назад проходила сессия Генеральной Ассамблеи ООН. И вот во время этой сессии было приглашено медитирующих людей, где-то в порядке 15 тысяч приехало в Вашингтон, приехали люди, которые занимались медитацией. И вот они жили там кто где, в шатрах, в палатках, просто на открытом... Вы знаете это, да? Я знаю, да. Они пытались повлиять на ООН, что, в общем-то, бессмысленно. Да, но, тем не менее, попытка была предпринята. И, кстати, было зарегистрировано, совершенно официально было зарегистрировано, что преступность, ну, как-то есть же какая-то статистика преступности по дням, по месяцам, по годам в городе было меньше на 30%. И по всему миру на какой-то ноли, там, какие-то там две, там, десятые, сотые, я не помню уже процентов, это бы действительно происходило. То есть люди своим сознанием могут менять, ну, энергии, которым, в общем, по которым Восток живет. Опять же, мы начали говорить о том, что она не измеряется в джоулях, она измеряется как-то по-другому. Но, ну, вот, тем не менее, ну, мы немножко отвлеклись вообще, но, тем не менее, это достаточно интересно, мне кажется. Мы как раз привлекаемся, потому что есть, на самом деле, такое понятие, как биоэнергетика, и вот теперь мы, наверное, и подходим именно к этой теме, потому что сама по себе биоэнергетика, вот я не знаю, правда, есть огромное количество, опять-таки, я вернусь к практическим задачам и к тому, что происходит даже сегодня в интернете, извините уж, мы тоже в интернете находимся. Вот какой-то, вот я так понаблюдал, сделал такой мониторинг небольшой, гигантское количество объявлений о том, что есть школы биоэнергетики, о том, что любого человека можно обучить биоэнергетике. Я, честно говоря, в это не верю. Мы к этой теме прикасались в предыдущей программе на тему целительства, что все-таки не всякий человек может обладать вот этой вот биоэнергетикой. То есть вы не верите в принципе о том, что этого нельзя, этого не бывает, или можно обучить людей? Я в принципе не верю, что можно обучить каждого, что вот каждый, кто пришел и заплатил деньги в школу биоэнергетики, может получить какие-то определенные знания для того, чтобы вот эту биоэнергетику в себе развить. Вот мне почему-то так кажется, не знаю. Ну, дело в том, что считается, что мы все как бы обладаем определенными качествами, эти качества позволяют нам действительно быть и экстрасенсами, и биоэнергетиками, и кем только, и ясновидящими в том числе. Просто у кого-то они в зачастливом состоянии, у кого-то их вообще не проявили, у кого-то кто-то вообще в это не верит. Но вопрос, с моей точки зрения, в другом. Если человек захотел этому научиться, то, в общем-то, было бы желание. А это первый этап. Вот желание получится или нет, это мы не знаем. Ну, пускай он идет, получится, почему бы и нет. Но если мы говорим о каком-то биоэнергетическом целительстве, то оно действительно есть, и, по-моему, это уже как бы и доказано, и, в общем-то, таких людей очень и очень много. Нет, ну понятно, что это доказано, просто мне понравилась одна характеристика, которая, опять же, просто подчеркнута со страниц интернета, да, что целительство и биоэнергетика – это магия души. Вот помните, вы начинали разговор с Фрейзера с гомеопатической и контагиозной магией, и вот, наверное, у души есть своя определенная, ну, я не знаю, магия это или не магия, но, тем не менее, какая-то вот определенная магическая позиция в данном случае есть. Я говорю о слове «магическое» не в утрированном смысле, по той простой причине, что, на самом деле, как бы, вот сами по себе идеи магии, они как бы нормальны, и они и работают на уровне именно биоэнергетики. Так вот, можно ли душу свою заставить таким образом работать, может ли человек свою душу заставить работать именно таким образом, чтобы направить ее на целительство? В принципе, ну, есть даже, наверное, анекдот такой ходит, говорят, что еще не видели ни одного прорицателя, который выиграл в лотерею. Действительно, оказалось бы, да, оказалось бы, ну, что проще. Ты же прорицатель, если я беден, ты все знаешь, да? Ты же знаешь цифры, да, в письме. Так выиграй в лотерею и покажи, какой ты прорицатель. Нет, вы знаете, в чем дело? Тут существует очень интересный такой момент, о котором, может быть, люди, которые не имеют отношения ни к целительству, ни вообще к этой теме, они могут даже не задумываться. Не то, что не знают, могут не задумываться. Дело в чем. Допустим, есть целитель, и он действительно обладает качествами, он действительно помогает. Ну, мы с вами говорили, и у нас такие целители есть. Вот тут в соседней комнате сидит один, потом поговорим об этом, да. Естественно, да. Да, так вот, эти целители, которые обладают своими качествами, и они действительно помогают людям. Тут есть такой момент. Когда они работают с человеком больным, и любой доктор, и любой, ну, врач, который работает с больным человеком, он каким-то образом с ним соприкасается на тонком плане. Опять же, это те энергии, которые не измеряются в определенных единицах, физики мы их не проходили. Так вот, это то, что называется карма. По статистике, вообще-то говоря, смертность среди докторов, среди врачей, вы знаете, где самая большая смертность? Нет, не знаю, где. У донтистов. О. Да. Вот, как бы, по статистике, которая, ну, официально, неофициально... Вы знаете, у журналистов, правда, не меньше, да. Ну, журналисты, как бы, у них немножко другой профиль, да. Они неестественным путем уходят, да. Да, естественным. А эти люди, потому что считаются, когда человек открывает рот, ну, у него, как бы, вот на корешках зубов есть какие-то вещи, которые потом он переносит. Это больной человек. Короче говоря, сейчас не будем углубляться, как, что и почему, но если мы говорим о том, что целители, которые работают с больными людьми, это очень и очень и очень неблагодарная, будем так говорить, профессия. И те, кто концентрируется на том, что они хотят получить взамен, вылечив человека, скажем, деньги, других вопросов, по-моему, сейчас нету, вообще-то говоря. То есть когда-то были люди, которые давали клятву Гиппократа, и ездили, мы знаем таких людей, и ездили в Африку, и они подвергались огромной опасности, но это была их миссия. Я не говорю сейчас об этих миссионерах. Кстати, о миссионерстве, вот мы в прошлый раз говорили о Парацельсе. Вот это вот, как бы, образ миссионера, который приезжал в чумные города в Европе при эпидемии чумы и пытался помочь, но это была совершенно, как бы, бескорыстная миссия, вот такая вот у человека. Я уж не говорю о том, что он великий химик и великий фармацевт, и вообще основоположник фармации сегодняшней. Вот, но тем не менее, тем не менее, Парацельс, это вот такой вот идеал служения для всех докторов, который действительно тоже давал, я не знаю, давали ли тогда клятву Гиппократа, потому что Гиппократ считался, это считалось язычеством, вот, но тем не менее, тем не менее, вот это вот миссионерство от Парацельса, я думаю, очень, очень даже пришло в современную Европу. Да, но это те редкие исключения, которые, конечно, подтверждают сегодняшнее правило, а правило говорит о том, что человек, все-таки целитель, который работает с больным, со своим пациентом, он берет на себя его болезнь, во многом берет на себя. Если он не умеет защищаться, и что самое интересное, вот эти целители, ясновидящие, они как бы умеют защищать других людей, они им советуют, они им дают, но сами, они, им тяжело, поэтому с ними должен работать еще другой целитель. На каждого целителя должен быть еще один целитель, но мы знаем о том, что достаточно много известных людей, и в том числе в России очень известных людей, они вдруг в полном рассвете сил, они почему-то умирали. Ну, почему они умирали, во многом это объясняется тем, что они брали на себя карму, и это, еще раз, опять же, мотивации должны быть. Мотивация тех людей, которые ездили, миссионеров, которые ездили помогать людям, людям совсем была другая, чем сегодня мотивация у людей, мы этого не знаем. Но этот нюанс, который действительно существует. Если мы, кстати, говорим об интернете, мне все-таки хотелось бы сказать о том, что с нами можно побеседовать и даже позвонить в эфир, и это телефон 847-226-9956, ну, на территории США он бесплатный, это мы знаем, 224-795-7796, это телефон, вообще-то говоря, самого прямого эфира, но также нам надо, можно задать вопросы через Skype, это SunGates, солнечные оборота на конце буквы S, SunGates 1.0.8, ну, или прямо sungatesradio.com, и там есть у нас форум, там у нас есть и архивы, и там можно тоже, в общем-то, обратить на это внимание, задать вопрос, поделиться с нами то, что вы хотите нам сказать. Но продолжая тему целительства, ну, существуют действительно какие-то такие вещи, и они как бы во многом непонятные. Понимаете, Михаил, и вот насчет того, что целитель воспринимает на себя какую-то часть энергетики, того, кого он исцеляет, я бы хотел все-таки немножко обратить ваше внимание на то, что есть еще один способ целительства, это так называемое лечение мантрами. Вот в данном случае, я так понимаю, что никто, ничего, никто никакую отрицательную энергетику на себя не берет. То есть, если произносится мантра, то есть, есть сочетание определенных звуков, она приводит, по идее, должна приводить к изменению в энергетической системе, что целителя, что исцеляемого. То есть, энергетика меняется у обоих и в достаточно положительную сторону. И каким-то образом, то есть, нет, изменяется именно уровень вот этой энергетики, и отрицательная энергия должна переходить при этом в положительную. То есть, там и есть мандалы для визуального восприятия какие-то определенные, да. Но, тем не менее, сама по себе мантра должна быть положительна и для одной стороны, и для другой стороны. Безусловно, вы абсолютно правы. Я, посещая Индию, бывая там неоднократно, я с этим сталкивался постоянно. И я помню даже свой первый визит. Я приехал на юг Индии. И там жил в доме одного пандита, Брамана. И он собирал много пандитов, которые делали так называемые ведические церемонии. Это называется ягья. Потом я с одним познакомился, со всем другим, с которым я обращаюсь довольно часто. И через центр Сен-Гейтс очень многие люди обращаются. Уже я, ну, наверное, за сотню перевалило людей, которые к нему обращались. То есть, о чем идет речь? Они, их работа, если можно так сказать, работа вот этих пандитов, это сидеть и читать мантры. Они их читают, они их поют. Если мы это будем делать, да, это мы действительно меняем пространство вокруг себя, мы меняем свое внутреннее пространство. Дело в том, что звуки, они не только звуки, это вибрации. И каждый звук, он вибрирует по-своему и вибрирует с определенным органом. К нам приезжали люди, которые в этом разбираются. Это известные, кстати, люди, академик там приезжал, я помню. И он, кстати, есть такой человек, я хотел сказать, был, нет, его выпустили. Поэтому он есть. Его звали Григорий, зовут Григорий Гробовой. У него есть по этому поводу, да, у него есть по этому поводу книга, и не одна. Григорий Гробовой, где если у человека есть определенная болезнь и болит определенный орган, он читает, ну, можно сказать, что это мантры на самом деле. Он произносит определенное слово. То есть, как бы, Гробовой, ну, не знаю, сам по себе или откуда-то он это взял, я даже знаю откуда. Но, тем не менее, каждый орган описывается определенным рядом чисел. И вот если человек произносит эти числа и цифры, то он таким образом воздействует на свой больной орган. И, в принципе, этому даже можно научиться. Я знаю даже людей, которые, в общем-то, этому научились. И это своего рода мантра. Если мы говорим о мантрах как мантрах настоящих, единственная проблема в чем? Никто не умеет произносить эти мантры. На самом деле, западный человек не может произносить эти мантры. Он этому надо учиться. И учиться произношению мантр – это целое искусство. Для этого здесь по книжке не научиться. Ты можешь что-то такое похожее воспроизвести в своей интерпретации, но это не будет настоящей мантрой. Ну, как минимум, мы можем слушать эти мантры. Они, ну, на YouTube они есть, на интернете они есть. Миша, я на секундочку прервусь, потому что при Хрущеве была такая теория, что если играть классическую музыку коровам, то они будут лучше доиться. И, в принципе, в этом что-то было на самом деле. Потому что я не знаю, насколько ухо коровы воспринимает музыку, которую воспринимаем мы. Но, тем не менее, сочетание определенных звуков, как классической музыки, почему говорили, что музыка, что значит музыка одухотворяет? Значит, каким-то образом она меняет нашу энергетику. Вот это сочетание звуков, гармоничное сочетание звуков, оно немножко меняет нашу внутреннюю энергетику, и кто-то от какой-то музыки становится благороднее, а если ему сыграть, там, предположим, классический немецкий марш, он становится агрессивнее. И вот так вот меняется характер человека. То есть, видимо, одновременно с характером может меняться и здоровье человека при сочетании определенных звуков. Да, вы упомянули корову. Ну, корову мы знаем в Индии. В данный момент, почему в Индии? Потому что Индия, в общем-то, находит на территории ведического государства. Дели когда-то назывался Хастинапуром, на самом деле. И вот мы, кстати, говорили буквально, когда мы говорили с вами, в пятницу мы с вами говорили о городах, о наследиях, и мы упоминали это все. Так вот, корова воспроизводит звук му, это мы знаем. Но дело в том, что человеческое ухо, оно не воспринимает му, а вообще-то корова, поскольку она священное животное, еще раз, в ведической концепции быки и коровы, это священное животное. Так вот, я могу предположить, еще раз, это я могу предположить, там нет, в литературе не найдете, о том, что священный или трансцендентальный звук ом, это практически му-му. И, в общем-то, корова, как ни странно, по ведической концепции, она стоит ближе всего к человеку, не обезьяна, не эти пятиконтропы, которых находили, нет, а вот именно корова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова